Доброго времени суток, друзья! Продолжаем с вами говорить за высших эльфов в Даг 4 и 5 Очередная наша серия 106-й уходик, без вас сделал один. Особо каких-то больших новостей вроде бы не было, но но все же новости есть. В первую очередь конечно же вы помните о тех несметных сокровищах, которые у меня были в денежном плане, но теперь видите их уже нет. Спросите куда дел? Ну, конечно, в основном на строительство, но прямо скажем, не везде где хотел. Существует только в западной нашей империи, мы что-то все заложили во всех городах. На востоке вообще я не успел ни до чего не дотронуться. В первую очередь из-за того, что в Востон-Индиле оказалось, я имею возможность нанять вот такую штукенцию. Новое, я думаю, по картинке-то уже в сообществе в Ютубе уже видели. Гвайт и Мирдайн. Вот такая штукенция. Правда, здесь стоимость 20 тысяч показана, но я ее вполне себе смог купить за 11 тысяч в 6 ходиков производства. Вот уже осталось 5. И мы сможем нанимать самый сильный, по крайней, как мне сказали, юнит. Кузнецы региона. 15 атака, 40 защита. Ну, в принципе, весьма и весьма серьезный юнит. Очень даже, очень даже серьезный. Но я надеюсь, что у нас будут и какие-нибудь еще товарищи не менее защищенные, но с большим параметром атаки, чтобы прямо вот один на один урок хаев с ударового оленя. Вот тогда это будет самый мощный отряд. Нам пока что вот кузнецы региона через какое-то количество времени сможем нанимать. Узнаем об этом через 5 ходиков. Ну, уже, уже радость. А то многим мне писали, что вот я, такой плохой, не развивая Устаниндзири, а там такие отряды. Ну, вот видеть, все развивается, все потихонечку происходит. Шоу-мени. Вот. Ну, еще, конечно, новость самая интересная и печальная. Ну, не знаю, печальная она, не печальная, но дикари уже подошли к нашей границе под башенки. И он осаждает город Шира. Мичел Делвинг. И вполне себе, наверное, его смогут забрать. Это, конечно, мощно, мощно. Здесь уже он забрали. Дикарей довольно-таки много. Так что надо нам пошустрее заканчивать с Гундабадом и сосредотачивать силы на границе с дикарями пока это еще возможно. Ну, тут наверняка еще есть поселение Шира. Они еще не совсем сдохли. Плюс вот здесь довольно-таки интересный регион. Здесь эти курганы мертвых, там, мертвецы, там, лешие броди, там, на цепях сидят. Но вы в курсе. И пройти там весьма-весьма затруднительно. Но при особым желании, конечно же, можно. Что будем делать в этой серии? Конечно же, ждем, во-первых, штурма Гундабада, нашего Графиндера, бывшего города гоблинов. Без вас, как я и говорил, сразился здесь с небольшим отрядом супостата. Полностью убить не смог. Вот остатки от меня убежали. Убежали в форт. Я его взял в осаду. На следующий ход, я надеюсь, с ним и закончу. Возможно, даже автобоем. Ждем, в общем, сейчас на 107-й ход. Возможно, нас проатакуют. Они уже создали хреновую кучу осадных своих орудий. Ну и наверху, под Гундабадом, не удалось ни с кем схлестнуться на прошлый ход. Я армию-то вышел во главе с нашим Графинделем, но от меня они прям во все стороны как ренулись и никого догнать не смог. Ну вот, на этот ход. Ародлак решил со мной потягаться, решил со мной повоевать. Ну что ж, дадим ему такую возможность. Давайте начинать. Я тут еще до кучи шпиона вместе с послом нанял новых. Посмотрим, к чему это все приведет нас. Поехали. Противник, как всегда, больше. Баллиста. Наездники на варгах, там же и командир. В общем, самая первая цель для наших конных стрелков, полукарям, что у них тут? Я так понимаю, два отряда, да? Разведчики снежнохорков и вот эти вот лучники черных щитов. Нет, даже три еще отряда. Есть три отряда. Хреноватенько, хреноватенько. Что ж, давайте начинать. Тяк, ну где-то там в лесах, как обычно, супостат забился. Так, наверное, немножко я поменяю свою диспозицию. Как-нибудь вот так, наверное. Подкрутим. Окей. Побежали. Покидаем в них стрел. Конницу эту оставим на месте. Все, понеслась. все, все, понеслась. Ну, лучников у них тут в принципе много. Давайте вот с этого края как-то будем заходить, наверное. Тут он еще лучники. хватает засранцев. Так, ну наши уже накидывают. Пум-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну какие смелые лучники то у них слушаем. Прям вот в наглую давай-давай. 4% моему дохали. А можем сделать еще и вот так вот. Пускай у нас и слабенький чардж, но лучники еще слабее. этаж где должны нанести довольно-таки серьезные обширные повреждения. Но как показывает практика нет. Ну нет. Не нанесли мы какие-то серьезные повреждения. Но в принципе неплохо. Все что там супостат кстати говоря пока я тут забавляюсь супостат то вон оно что делает. Ну-ка вот этих лучников ликвидировать. У меня там три отряда лукарей своих тоже есть. Они тоже забавляются. Не страшно. Ой камушек. Ну как всегда вот какой-нибудь камушек где-нибудь да найдется совершенно ненужным. Так здесь все очень очень хорошо. Там конница смогла отступить без проблем. Вот еще бы варгов избавиться бы. Было бы вообще бы шоколадно. Потому что там уже бой идет а мы тут сидим. У нас к сожалению закончились стрелы здесь. Так что кто там к нам идет копейщики идут. Во вперед на баллисту забыли она нам там накидывает заразу даже кого-то по-моему убило. Негодяи как вы посмели твари я у так кого в копейщиков влепли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А ну-ка, давай-ка, гулять выходи. Сейчас в лучников влетим. Конечно, не очень сильно, плюс очень больно. Зато сорвали чардж остатков варгов. И вообще внесли развороты шатания в стан врагов. Что же неплохо. Здесь у нас бедные стражи дерутся. Давайте нашими топроносцами Синдара им поможем. А то чё ж как они, налетчики снежных орков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хорошо, я вовремя вспомнил про них. А то у нас тут собираются копейщики немножко убивать. Но не успели, не успели убить. Так, ну я сражаться конницей с копейщиками не имею ни малейшего желания. Так, убили вражеского и начальника. Он одного конника потерял, к сожалению. Так, ну и что супостат-то? Супостат? Да ничего, супостат. Стоим. У меня ещё здесь стрелки не откидали. Все свои прелести. Ну-ка, вот в лучников дайте. Так, и вот эти отряды надо на этот фланг перевести. Входим в лукарей. Входим вроде как успешно. Сразу же отступаем. Здесь немножко побили. Давай вот в этих чёрных лучников войдём. Так, отряд один застрял. Глорика, выходи. Нихрена там там делать. Давай. Так, на этот фланг мы перешли. А вот за этими убегающими давай, лети. Ты, наверное, возвращайся сюда. Нормально, нормально. Расшатали, так сказать. Вот этих добеги до них, убей. Ты давай за линию зайди. Ай, копейщики согрелись. Тупые твари. А, эти уже восстановились. Давай вернёмся тогда к своим. Чтобы копейщики тоже к нам туда подошли. Ну, по-моему, хватит уже. Можно пиктуру выделять и идти. Потому что так можно бесконечно долго за ними шлонгать. Ну чё, они сразу же побежали, что ли? Я тут не играю. Догоните. Давайте их догонять и убивать. Да, 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 да. Ротлак готов. Все готовы. Лучники, тем более, уже все свои колчины опустошили. Копейщики чёрных щитов. Давай, отчарджим. Так, на том фланге уже всё. Здесь, тем более, сразу побежали. Ну и последний чаш в этих твари. Они не готовы к приёму. Были теперь готовы. Ну зачем вам такие жертвы? А, всё уже, да. Тоже побежали. Ну всё, осталось догнать. Снять скальп. Отрезать уши. Замариновать. А то зима, травок нету, никаких листьев. Все опали. Ёлки, хвоя невкусная. А жрать что-то надо нашей непобедимой эльфийской армии. А-а-а, та же-то как-то так. Ну всё, победа там кто-то от нас выдирает. Какие-то жалкие. Недобидки. У нас это уже не интересует. Но тем не менее, 38 эльфов-то мы потеряли. Не шутя. Конечно, косарь убили. Но 38. Это тоже много. Тоже много. Единичка там. Двоечка здесь. Так, потихонечку и набралось. Кто у нас там самый-самый? Лучники Нолдера, 118. Вторые лучники Нолдера, 136. Монстры, сука, просто монстры. Ну, естественно, казним. Можно, конечно, ещё попытаться выкупить. Да, 3000 на дороге не валяется. Это какая-нибудь постройка в каком-нибудь нашем городе. Ну, надо и мир узнать, наверное. Убьём. Так, и мы можем ещё. Ещё вот здесь, наверное, напасть. Он опять отходит. Да что ты будешь делать? Вот, вот так вот мы поймали. Причём, судя по всему, мы ещё умудрились и из гарнизона, да, достать супостата. Здесь один отряд наездников на варгах. Здесь вот такой вот полустэк по цены, да. Тоже варги командиры и всякой мелочи. И, собственно, да, Маунага мы из Эрлустоуна достаем. И здесь, собственно, вот эта горная гвардия наверняка, да? 15-26. Серьёзный противник. Нюхач, гоблин. Нюхач. Гоблин. Целебная паста, яд, плеть, лук, лук бурза, лечение, минус к волнению, надсмотрщик, морки бунда бада. Чё тут интересного есть? Ну, это нихрена. Напомню, что мы уже убили наследника бунда бада. Если нам вдруг попадётся лидер, то вполне возможно, что эта фракция так же кончится, как до этого кончился ангмар. Так, ну что же, поехали. Мы можем, конечно, сделать вот так. Но зачем нам это делать? Хотя, вы посмотрите, мы можем вот этот полустэк выключить. А за счёт того, что Маунаг сам, военачальник, он также примет это сражение, участие в этом сражении, за нашим явным преимуществом. Мне кажется, что это очень даже хорошая идея. Почему бы нет? Разобьём их по частям. Вперёд! Мы готовы. Начать. Начать мы готовы. Так, немножко... Немножко не так, конечно, я расположился, наверное. Но это нам не должно помешать. Давайте пока передвинемся. Кого передвинем? Где там наши товарищи бегающие? От нас убегают в наглую. Как они посмели? Он, кстати, тут совершенно рядом. Я и не заметил. Ну, давай тогда основной конец и ударим по этому отряду. Ну, двоих, троих... Троих, по-моему, или четверых мы потеряли. Ну, при размене... Это, на мой взгляд, очень даже неплохой размен. Всего-то. Так, ну тогда пойдёмся... Постреляем. Так, вам туда, нам сюда. Двоечка стоит. Здесь у них... Товарищи идут. Постреляем по ним немного. Чтоб жизнь мёдом не казалась. Секирщики. Орки. Застрелы. Стрелки. И, собственно, сама горная гвардия. Хорошо. 17% уже вырезали. Они даже не останавливаются, чтобы по нам пострелять. Вот, по-моему, только сейчас сообразили, да? Вау! Так, так, дело... Так, дело, дело не делается ты ещё. Больной, что ли. Кидаешь у меня всякую гадость. 37% тем временем уже уничтожили. Уже подключили, собственно, пешие лучники. А, сейчас опять в меня кидать будете гадость. Извизите сатанинское отрожье. Надо сюда, наверное, мою кау основную позвать. Чтобы вот этих стрелков убить. А то как-то слишком много о себе взомнили. Так, ну и лучники там наши отрабатывают по полной. Эти ребята даже сдвинуться не могут. Так, ну и здесь бьём негодяев этих. Которые нам спокойно настреливать орков не даёт. О, хороший чардж. Вас попрошу сосредоточиться вот сюда. Ну и всех наших лукарей тоже направлено именно на горную гвардию. Так, здесь бьёмся. Я думаю, без каких их серьёзных проблем мы должны их убить. От этих сикероносцев всяких других ребят уже ничего не осталось. Их всех перебили. В основном только вот горная гвардия. 35 рывом. Ну смотри, бьются. Орки-застрельщики там бьются. Ну давай отойдём. Ещё раз череджанём. Чтоб всё по правилам. Всё как надо было. Так, здесь у меня уже стрелы закончились. А, коль закончились, можно вот сюда череджануть. Так, и горная гварда отступает, да? 14-тих осталось. Бедолаг. Бедолаг. По-другому не скажешь. Давайте, бегите наши. Ну, быстрее. 8-7-5. Как же хорошо накидывают эти ребята. Это вот, знаете, высшие эльфы, понятно. Лоченьки Нолдера накидывают. Настолько красиво, хорошо, мощно, сильно. Что просто загляденье. Там у них защита-то. Не балуйся. Ну, всё равно пробивают. И запас по стрелам очень даже хороший. Ну, двое осталось. Главный терминатор. И один помощник терминатора. Он сейчас немножко своих убьём, правда. Френдли фаер. Куда без него. Ну. Ну, хорош издеваться. Я думаю, Кау его сейчас примет. Ну, или он примет Кау. Одну из двух, да? Он одного уже убил. Ну, и чё? Недолго ждать-то. Ну, всё. Ещё одного убили. Я так чувствую, с вами кашу не сваришь, да? Где там мои лучники? Идите, убивайте его заново. Не хочет моя стрелковая конница убивать терминаторов. И слишком они... Слабы. Там стоят нормально они. Да вроде как. Убьёт, не убьёт. Убили. 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 Хорошо. Маунага. Шестеро. Потери наши. И этих шестерых-троих убил вот этот Маунаг. И ещё, по-моему, одного застрелили... Застрелили мы сами. А может даже двоих. И ещё один. Это его при чарже. Наши потери. Да. Да. Но неплохо. Неплохо. Естественно, всех казнить. Никого не жалеть. Город пустой. Ага. И мы его захватываем. Бугагашечка. Так. Можем грабануть. Можем уничтожить. Это... Там маленький город. Да. Но я даже не знаю. Наверное, будем уничтожать. Здесь нет нашей религии. Да и как-то наместника у меня точно здесь не будет сидеть, потому что смысл в этой деревушке мелкой. Ладно, там Гундабад ещё. А если здесь никого не оставлять, то грабить нельзя, надо бы нам уничтожать. Конечно, не хотелось бы, но да ладно. Восстановится когда-нибудь. Восстановится когда-нибудь. Плюс выполнили мы задание и получили один отряд олидарской конницы. Очень хороший в нашей столице. Да, вот они. Это, конечно, здорово, но это ещё нагрузка на казну. 850 монет. Не то, чтобы мне это сильно понравилось. Прямо скажем. Иди, ты, дружок. Куда-сюда. Ну, в принципе, не так далеко. 4 ходика. Нормально. И там встанет на бесплатку. Уход шли соотношения у нас с Долголдуром. С чего бы интересно. С чего бы интересно это произошло. Так, ну и здесь ещё можно сразиться. Вот с этими ребятюлями. А мы ещё выйти не можем. Ба. А в связи с чем? У пехоты полностью кончились ходики. Мы можем только конницы проатаковать. Ну и ладно. Ничего страшного. Здесь три отрядика осталось. И здесь вот этот полустэк. Оставим их на потом. Я их даже, скорее всего, за кадром буду разбивать. Поскольку там всё и так очевидно и понятно. Давайте тогда делать следующий 107 ходик. Главная интрига это атака противника на наш Глорфиндель. На наш огромный город. Который приносит нам немерено Баблинского. Нападут, не нападут. Это весьма любопытно. Ну что ж, кто бы сомневался в жадности, подлости этих проклятых гоблина-орков. Нападают на наш Глорфиндель. На 500 урыл их больше. Как видим, две балесты, две катапульты. Варги, всякие разные твари. Целых три хороших отряда лучников черных щитов. 11-19 с дальними боем 6. Очень мощно. Ну, в тот же самый момент мы абсолютно не наблюдаем у них каких-либо нормальных пехотных отрядов. То есть, всё, что они имеют, это копейщиков снежных орков 6-17 и пару отрядов налётчиков тех же самых снежных орков 10-17. Против нас это ничто. Просто ничто. Принимаем вызов. Сейчас надерём им с задницу. Да, как-то забыл я, что у нас здесь, в этом городе, собственно, не город, а чёртова пещера. С довольно специфическим входом. И обычная моя тактика здесь как бы не сработает. Совершенно, скорее всего. Конечно, можно попытаться, но я как-то не уверен. Главный минус в том, что мы абсолютно, если, как обычно, расставимся здесь, к коридору построим из наших войск, мы исключим из этой битвы наши три отряда конницы. Поскольку мы их прямо сейчас вывести точно не можем. Совсем-совсем. Не знаю. Я вот так думаю, что можно с ними поперестреливаться, пока они будут забор ломать. Да, а потом отойти. Отойти мы сумеем. Поскольку, если что, мы в любом раскладе как раз нашей конницы перехватим любых товарищей, которые захочут что-либо сделать. И это даст возможность лучникам отойти. Ну, а дальше уже можно принимать их спокойно возле своего квадрата. Пока они зайдут, они в любом случае растянутся, и наша конница опять-таки сможет уничтожать всяких разных там злодеев. Не знаю. Просто я опасаюсь того, что нас здесь поперестреливают. У противника довольно-таки много стрелков. На стене, как вы сами видите, практически нет. Так что, наверное, остановимся все-таки на этом варианте. Работаем. Пошла по техам. Ну, что, так далеко стоить, что ли? Главное, сдриснуть вовремя. Так. Так. так уходим 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 лучники сюда эти бросай а ты не можешь быть и хрен с тобой там снова 8 только осталось эти продолжат стрелять ничего с ними такого не случится противник начинает заходить наши в принципе готовы ударить если это потребуется можем прямо сейчас чертежануть лучников пока они тут стоят тупят ну какой-то вялый charge получился прямо скажем мне не понравился отходить мне не понравился так здесь в принципе уже практически кончился боезапас наш отступаем поближе к своим ну понятное дело что баллисте не уйти хотя мы конечно же можем звездануть этих варгов так-то по идее жалко здесь нету никакой нычки там пройти нельзя он там вообще есть нычка хорошо и ей 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 немножко я про нашу каву забыл бугагашечка давай отходи там уже даже вписались и пехота мой косяк к я вот этими занимался засранцами теперь здесь кстати можно и помочь так лучники работают сколько мы у них кстати не так много три процента на 70 и здесь стрелки стоят а я думаю что стрелков надо 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 прикрывашечки до варгов разбили это хорошо это очень хорошо налетчики это не очень хорошо но мы зато проникли в их построение так вошли в лучников но напомним этих лучников они довольно таки неплохо неплохие по своим параметрам что здесь здесь еще стрелков куча убиваем вражеского полководца это замечательно это классно единственное вновь забываю про своих свою пехоту бедную в смысле конницу бедно несчастно здесь копейщики как раз подошли это конечно ужасно ужасно так давай ты за за мной будешь гоняться здесь пил пехотка пехотка подошла к нам но это ерунда ерунда наши здесь должны спокойно справляться больше меня волнует откровенно говоря именно вот вот эти гондурасы которые по мне сейчас накидывают только в путь так я понял я тебя понял убегаем зато отвлекли целый отряд давай в копеечку во фланг уходи ну как-то вы растерялись начали вилять как я не знаю кто ужасно ужасно так и наверно наверно самый правильный выход это самим пойти вперед и надавать им по голове потому что здесь и другого варианта особо и не вижу застрял отряд очень плохо ну ничего два отряда мы отвлекаем врагам здесь он убегают пускай убегают давай в край куда-нибудь сюда иди продолжаем отвлекать здесь чат жена очень хорошо про чат жили отошли сбиваемся в угол наш пик тура уже подошла здесь убить здесь отойти что у нас здесь никак с налетчиками не разберемся когда у стрелы закончатся закончились так давай вот сюда ему можно ускорить ну ладно не будем это делать копейщики полный отряд по прежнему гоняется за нами давайте спину промассируем здесь у нас есть открытый путь хорошо что с вами дело давайте здесь в спину зайдем тоже буду массировать спинку ну такая знаете уже более серьезная проблемы побежали не выдержали удар спину побежали хорошо хорошо давай отходи так ты должен был здесь построиться вот этих лови тоже побежали тоже все уже хорошо вот этот отряд за этими засранцами отойди 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 сейчас будешь принимать так здесь что у нас все нормально два отряда пехоты освободилась вот эти тоже вперед конница во фланг продолжаем разговор так ловим убегающих вы сражаетесь 14 на 61 но это явно наша уже победа но не без проблем прямо скажем не без проблем так все побежали тоже здесь у меня 4 отряда освободилась давайте бегом конечно же ловите так вот эти вот ловите а вот это конница давай к спину копейщиком они здесь тоже побежали все побежали короче короче друзья делок ночью давай давай лови лови там нам еще впереди предстоит этих баллистариев с катапультистами убивать все тебе вот это надо отключить что ты как-то быстрее двигался двигал телом здесь тоже все по красоте куча народа ну давай вылетать будем четыре отряда еще как набускают нам своими супер-пупер попаданиями надо ускориться пиу 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 ох ёбашка мараой от это попадная я я говорил сейчас будет попадание на это компьютер только компьютер тогда стреляет так я чувствую что нам наверное все таки пиктура потребуется что у них довольно таки чуть развернулся совсем больной не надо в меня разворачиваться давай руби негодяев ну благ хотя бы не шмаляются хотя вот приготовили катапульт нам по пехоте сейчас зарядить а я не могу на это смотреть просто не могу боги зачем и пехоту вышел кошмарные потери 16 процентов ужас просто ужас летящий на крыльях ночь хрен с вами вы бегите остальные не убегут отбились конечно это плюс лан там у нас на подходе еще целый стек свеженький есть что он продолжит всю этой папе а чё кто-то не ушел или что почему за тобой должен гоняться какого хрена ты параллельно линии ты идешь хотя зачем не гоняться героическая битва тем не менее хотя потеря наши весьма значительно целых сто эльфов при более даже худшем раскладе где против нашей тысячи было две тысячи даже больше мы вполне себе обошлись лучше потерю восьмерых героических эльф здесь целая сотня но как и говорил весьма неудобно этот город его неудобно оборонять хилая деревянная какая-то калитка непонятная в общем все печально все печально надо быстрее выходить отсюда и забирать мотель бурка его это удобнее будет обронить ну как то так как то так хотя может быть я все же был неправ надо было поставить именно обычный коридор сделать не выёживать поскольку лучники оказались довольно таки крепкие и просто так чарджем их не сносило это не снаги основная проблема в этом и было бы ну ладно победа так победа кто там героически отличился но конные копеечки 215 намотали за сотку больше никто уже не вышел появились или клок вензи как-то вы слабенько семерых сбоку держали что понятно эльдарская гвардия тоже только семерых но баллиста ладно это понятно но вы то как не ясно ой опять денег накинули какие-то бешеные просто бабландоса ничего не было то 18000 учу как это блин работает я не понимаю не я я я я не против но блин к новая гильдия гузера дом 1700 так бы я бы ни за что бы а так 18000 дачу давай а брейшер слабеют по-прежнему там накатывают новое задание захватить модель бург 2000 дадут конечно же я не против наоборот а только за прям вот так вот сделаю чтобы времени терять свое хотя а потом можно было бы ну да ладно ну наш стек уже пришел уже на следующий ход он пойдет вперед захватывать этот модель бург можем в принципе метнут сами давайте хотя бы глянем что здесь о слушайте здесь четыре отряда или бурге рядом гномики эти бородатые козлодое нам бы по хорошим бы по хорошим бы успеть так но надо здесь кого-то явно оставить так вообще сохранимся потому что логистика это такое дело ой все покраснело можно вот так он сделать и все будет хорошо прекрасно мотель бург иди сюда к нам еще и гномики присоединились в виде союзников какая прелесть легион щита 726 прикольно стража коза дома 1435 вот это я понимаю мощь а правда их осталось в них всего 8 штучек но тем не менее ну конечно и у нас такие отряды есть 1334 легион зенита жуть какая не уже страшно горбла но я думаю что мы это друзья в тобой проведем потому что сам мотель бург ничего из себя такого прямо не представляет уникального на этих ребят ну понятное дело что мы их убьем пусть даже потеряем чутка больше чем могли бы 19 потеряли я думаю примерно такие потери бонусы может быть чуть больше может чуть меньше и по всей видимости основные основной бои на себя взяли гномики ну и шут с ними главное что мы той эльбург наш задание выполнили еще две штуки получили что будем грабить или уничтожать он тут кстати идет стек хорошо что он идет на грабе допустим ограбим пусть будет так но ты эльбург сразу ставим сперва пробежимся долина андуина река которая пересекла большую часть средиземья к востока туманных гор прекрасно лагерь малый расчистка земель мощеные дороги пасека есть прекрасно мед будем жрать как не в себя амбар тренировочные площадки мастерская кузнеца тимниц даже есть хижина плотников птицеферма бойцовскую яму уничтожаем имеется порт загон для рабов заводчик варгов сносим учебное стрельбище тоже сносим лагеря дозорных шутся не пускай будет москай катапульт и хижина грога тоже пусть остается конечно все ремонтируем и и где там наша мастерская живописи да мы ставим ее первым делом вот так неожиданно и быстро мы мото эльбург взяли выполнили задание денег двадцать одна тысяча гномики обязательно на нас конечно же обидятся мы срать и на них хотела откровенно говоря так эти кто же сюда я думаю мы вполне сможем защититься от этого стека наверное наверное сможем чуть узнать отлично у меня эти да доходят и это просто великолепно не доходят уже не великолепно зато они у до сюда дошли еще пару отрядов накину оконница нет нет не добегает но если даже они припрутся вот пожалуйста 6 дополнительных отрядов на подмогу вполне себе здесь немножко останется с мордором враждебное отношение доклад о строительстве ну строительством я потом займусь конечно же расширение поселка морва тарт сразу поставим что потом не забыть и вот объявлением фракции все это любопытно но неинтересно итоги хода прибыль 12000 как что почему откуда непонятно 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 ну то есть вообще смотрите прибыль то у нас но это ее сейчас нельзя считать потому что это как-то что-то где-то пополнился дополнилась ну мы конечно в плюсе но не в таком категорически большом я не понимаю ну и шут с ним главное что мы вплюсь они в минусе деньги конечно нам нужны мы их применим по назначению это бесспорно но из гандабадом практически мы рассчитались его практически разбили по идее даже от стек то особо и не нужно мы справились семья двумя что у нас были конечно здесь они уже практически на издыханием явно нужны подкрепления и без подкрепления бы справились на самом деле вам друзья вот такая серия надеюсь вам понравилось ставьте лайкосы пишите коментоз и конечно же подписывайтесь на канал всем хорошего пока пока